Здравствуйте! Вы смотрите программу в центре политика. Гость нашей студии – политолог Александр Прудник. Александр Васильевич, здравствуйте. Давайте поговорим о кадровых изменениях в администрации Нижнего Новгорода. К сожалению, целой программы не хватит нам на то, чтобы обсудить каждое из них. С чем это связано, на ваш взгляд? Мы не будем действительно переходить на персоналии, поскольку дело не в персонах. Потому что мы видели назначения, потом новые назначения, уходы мгновенные буквально. Поэтому это говорит о том, что проблема вовсе не в людях. И некоторые говорят, что кадрового потенциала нет или своих кадров у нового руководства нет. Это не совсем так. Дело в том, что эта чехарда, она рано или поздно должна была произойти. И по одной причине, что она свидетельствует только об одном – о кризисе управления. Все эксперименты с местным самоуправлением, особенно на уровне крупных городов, а мы знаем, в виде отмены прямых выборов, ведения двуглавых, потом одноглавых, но при отмене прямых выборов, они просто-напросто привели к тому, что сложившуюся систему управления городами раскачали. И после этого рано или поздно эта раскачанная система начала саморазрушаться. Вот мы сейчас столкнулись с тем, что система управления Нижним Новгородом, она просто разрушается. И, скажем, нынешний глава города отчаянно пытается вот эту расползающуюся ткань, управленческую ткань, ее собрать. Она на каждом шагу рвется, где-то появляются новые прорехи, и отсюда создается впечатление вот этого, скажем так, бессистемного метания. Но тут вариантов нет, поскольку реагировать надо сразу. Город-то живет, он функционирует, проблемы надо решать, они никуда не делись, кто-то должен брать за них ответственность, кто-то должен эту работу на себя брать, а институт как таковой, институт управления, он перестал функционировать. Поэтому кого не назначь первое впечатление, не справляется человек. Он, естественно, не справляется, если посадить в автомобиль, у которого, например, коробка передач не работает, ключ зажигания не работает. Ясное дело, кого не посади, будет иллюзия, не справляется. Но вот это вот структурные изменения, новые кадры, лишение глав районов статуса заместителей главы администрации Нижнего Нового Города, вот это к чему-то хорошему все-таки приведет? К очередному кризису. Цель всегда только одна, добиться управляемости, то есть добиться хорошего. Но это как, знаете, в шахматной терме есть цунцванг, там вот какой не сделаешь ход, все будет хуже. Поэтому вот и получается так, что провели эту реформу с главами районных администраций, да? Изменилось что-то? Нет. Как со скрипом функционировала и не функционировала система, так она продолжает. То есть проблема оказывается вовсе не в этом. Надо просто наладить заново систему управления. И иногда это удается сделать изнутри. Иногда для этого должна быть политическая воля извне. Ну, например, со стороны областной администрации. То есть в данном случае надо понимать, что глава администрации города, он просто попал в проблему, в ловушку, которую не он создавал. Проблемы накапливались, как это в социальной сфере бывает всегда, накапливаются годами. А затем на какого-нибудь руководителя они обрушиваются. И часто историки затем говорят, что вот он виноват в кризисе. Да не он. Предшествующие десятилетия вели именно к этому. Но интересное назначение, на ваш взгляд, есть? Тот же Алексей Карапузов, который пришел к нам, из Москвы приехал. Ну да, это назначение из Москвы тоже признак, знаете, такого легкого отчаяния. Потому что считается, что руководитель местных, он всех знает местных, и он думает, что вот не справятся они. Но есть кадровый резерв Москва, что оттуда придут люди и принесут, они, знаете, вот раньше было очень модное слово, новую управленческую культуру. Они придут и все сделают. В Москве это ведь все работает. Они приходят не с хорошим московским аппетитом. Да. А они приходят, и вдруг оказывается, да, что его пересадили из Мерседеса, старые разбиты в жигули, и все то же самое происходит. Мы это видели, помните, самый первый призыв москвичей был при губернаторе Ходореве. Он их с собой привез. Тоже они пытались что-то наладить, потом тихо растворились. При Шансове мы видели, сколько пришло и ушло. И мы даже уже не вспомним, кто они такие, и результат у них у всех один и тот же, то есть нулевой. Поэтому здесь надо понимать, что придется все делать, во-первых, местными кадрами, а во-вторых, проблема не в людях, а в неработающей системе. Ее просто надо просто-напросто выстроить. А когда ее выстроить, стрэш, то на этом месте уже каждый будет Наполеоном. Давайте поговорим о кадровых изменениях в правительстве Нижегородской области. Сейчас мы наблюдаем выборы министра экологии, до этого были выборы министра культуры. Как вы относитесь к такого рода конкурсам? Ну, с конкурсами понятно, что первое, что надо понимать, при любых кадровых назначениях, никогда, скажем, субъект управления не откажется от своих ресурсов, от своей власти. Никогда. Мне кажется, в этих конкурсах понятно тот, кто выиграет этот конкурс. Да, он всегда будет все равно решать. Ну, а поскольку тренд сейчас именно вот такой, конкурсное, обезличенное, что новые люди приходят, ну да, это, если, скажем, есть такой политический запрос, то да, на него будет ответ. Но управленческие решения всегда будут приниматься только самим руководителем и только исходя из его пониманий и из его интересов. Как, на ваш взгляд, сегодня складываются отношения области и города? Взаимопонимание сохранилось? Взаимопонимание только на одном уровне, что область уверена в том, что без помощи со стороны области, без активного участия области в делах города здесь ничего не наладится. Вот в этом отношении, да, уверенность совершенно четкая. А то, что происходит в городе на уровне кадровых назначений, оно на самом-то деле как раз и подталкивает к подтверждению этой точки зрения. Ну, представьте себе, губернатор, ему говорят, что опять там вот этих назначили, эти ушли, эти пришли. Он все время говорит, боже мой, когда же там начнут работать? Нет, без нас там не справятся. То есть, пока все льет на мельницу именно этой установки. Но вам не кажется плохим знаком, что Панов и Никитин вместе на мероприятиях не появляются? Ну, здесь, скажем так, мы не можем заглянуть ни к одному, ни к другому, как в сердце, что же, почему это не происходит? Ну, конфликта вы не видите. Скажем так, этот конфликт, его не может не быть. Мы все время говорим уже много лет о том, что конфликт заложен просто в самой системе, в данном случае более высокого уровня, в системе государственного устройства, когда конфликт между главой, скажем, региона и главой столицы региона, он просто заложен. Объективно они функционируют на одной и той же территории и делят одни и те же ресурсы, в том числе и на территории города. Плюс к тому кадровый конфликт, естественно. Есть интересы продвинуть свои кадры у области и есть интересы у главы города, потому что глава города должен всегда задавать вопрос, а с чем я тогда остаюсь? Чем я тогда управляю? Если из-под меня все время постараются выдернуть один ресурс, второй. Поэтому в этом отношении, да, это, скажем, независимо от того, каковы их личные отношения, плохие они, хорошие, но этот конфликт, да, он есть. И, скажем так, он неизбежен. Александр Васильевич, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Удачи вам. Спасибо большое. Вы смотрели программу «В центре политика». Спасибо за внимание. До встречи через неделю.